— Ну, замечательно. Рекорд наконец прогрессирует. Да-да, я тут пытался объяснить, что и в английском и в иврите похожие слова не означают одно и то же. А именно слово «циничный» в английском и в иврите означает не то, что в русском. Да, ну да ладно. Значит, просто прогресс мне очень нравится слово. Ну, давайте я попробую рассказать. Значит, я обещал сказку про два дворца. На самом деле существует две сказки про дворцы, и оба записаны уже не в Ликутэй-Сипурию. Значит, у Раби Нахмана базовая книжка — это Ликутэй-Магаран в двух частях. И Ликутэй-Магаран — сборник сказок. Раби Натан Штернгартс, который вот его ученик, и в некотором смысле тот, кто сохранил его традицию, записал еще пару книг, одна из которых называется «Сихот-Гаран», «Беседы» или «Сихот-Могаран». Значит, две книги и еще одну книгу, которая считается базовой, «Мышеват-Нафаш. Утешение души». Ну, «Мышеват-Нафаш» — в общем, любимая книжка такая, хорошая подборка высказываний, утешительных. Значит, в Хаим-Магаран, в 98-й параграфе, есть с 92-й по 98-й, ну, на самом деле лучше 98-й параграфе сразу, есть то, что называется «Сипурим-Хадаши» — «Новые рассказы». Там короткие рассказы, короткие притчи. Некоторые из них известны, некоторые слабоизвестны. Значит, ту, которую я буду зачитывать, она, значит, одна из них про дворцы, значит, их две. Одна из них — это то, что в израильской школе проходит под названием «Сказка о двух художниках». Ее проходит в изложении Бердичевского. Йосеф Бен-Гурион, по-моему, у него это самое, псевдоним. Значит, а надо сказать следующее, что сказки Раби Нахмана, их любят пересказывать на другие языки, правда, меняя мораль довольно часто. Например, две сказки все знают Раби Нахмана в изложении Маршака, поэтического. Самуэла Маршака. Это сказка о водоносе. Он народу носит воду, а точнее мутит воду. Это сказка Раби Нахмана о том, что все к добру. И о том, как луне сшили новое платье. Это тоже сказка Раби Нахмана, тоже рассказано немножко обвольно, но симпатичный такой рассказ про то, как луне сшили платье. Вот. Это два таких изложения. Есть еще изложение Бердичевского, которое я упомяну ниже. Одно из сказок. Ну, да, изложение Бердичевского, оно называется «Сказка о двух мастерах». О двух мастерах. Значит, вот именно этот вариант Бердичевского, его проходят в израильских школах. Значит, сказку я, значит, сказку эту Раби Натан сообщает, что он ее слышал и записал. Значит, я ее зачитаю, с вашего позволения, а потом немножко поговорю. Значит, да, вторая сказка, я сразу скажу, она одна из важнейших идей брасловских асидизм. Действительно, у Раби Нахмана есть одна из важнейших тем, к которым он регулярно возвращается, а именно тема, как отличить истину от лжи. Вот это вот. Чем они отличаются вообще? Точнее, как их отличить в этом мире? Это одна из ключевых тем Раби Нахмана, и у него есть об этом сказка. Сказка о сыне царя и сыне наложницы, или сыне служанки, зависит от перевода. И это одна из важнейших тем брасловского асидизма, которую я, может быть, коснусь, может быть, не знаю. Вторая сказка действительно любопытна. И как раз ее появление в сборнике брасловских сказок, оно чуть-чуть ниже, вы услышите, вызывает некоторые замечания. Итак, история. Да, сразу скажу, вообще-то сказки Раби Нахмана читать надо на индище. Их существует перевод на иврит, причем несколько переводов на самом деле, но существует старый классический, который был издан. Вот, например, я в Советском Союзе, когда жил, пользовался переводом, лист был разделен поперек на два. Наверху иврит, а снизу перевод на иврит. Вот. В Израиле я этого издания не видел. Значит, итак, сказка выглядит так. Я, с вашего позволения, зачитываю свой перевод, потому что я не нашел. Да, в интернете можно найти сказки «Основной сборник Аликутэй Махаран», сказки Раби Нахмана с комментариями Рава Адина Штейнзальца с примечаниями. Он там бродит по интернету, можете скачать. Если хотите, я и ссылку даже могу подкинуть на нее. На русский язык переведено. Вполне прилично переведено. Учтите еще одну, сразу я предупреждаю, деталь. Стиль рассказов Раби Нахмана, он очень устный и не обработан при положении на бумагу. Он не обработан в литературный письменный стиль. Поэтому читать это, это скорее надо рассказывать. Вот это некоторая особенность этих сказок. Поэтому стилистически сразу предупреждаю, что вам придется читать устную речь, записанную на бумаге. Поэтому это некоторые проблемы чтения возникают при этом. Значит, итак, история об одном царе, который построил себе палатин. Палатин хоромы, давайте так переведем, ну, дворец, палац. Построил себе хоромы и позвал двух людей, которым повелел расписать свои хоромы. Я специально сохраняю все повторения, какие есть, просто есть повторения. Разделил он эти хоромы на две части. Расписать одну половину поручил одному художнику, а расписать вторую половину поручил другому художнику, второму художнику. Установил он срок, которым они должны расписать хоромы, и пошли два этих человека. Один из них пошел трудиться. Он очень старался. Он научился искусству великолепной росписи и лепнины и расписал свою половину прекрасными поразительными рисунками. Он нарисовал зверей и птиц, и подобное тому прекрасным поразительным образам. Второй же не обеспокоился повелением царя и совсем ничего не делал. Когда подошло время, назначенное для завершения работы, первый завершил труды на своей части, покрыв ее прекрасными поразительными рисунками. Второй же, увидев, в какое положение он попал, и что же он и надел, что провел время впустую, не озаботившись повелением царя, и начал думать-думать, что же ему делать. Коли в оставшиеся для назначенного срока немногие дни, разумеется, ничего исправить уже нельзя. Не научиться искусству живописи, не расписать за свою часть, за столь короткое время, назначенное им. Тут он взялся за ум, пошел и покрыл свою стену ваксой, сделав черную пакость, слово пакость в оригинале стоит, сделав черную пакость на своей части. И пакость была подобна настоящему зеркалу. Пошел он и повесил занавес, разделив свою часть от части другого. И когда пришел срок, установленный им царем, пришел царь осмотреть, как выглядит работа, которую они сделали за эти дни, там написано. Но слово «дни» в таком сортах текстах означает обычно годы, кстати. Как выглядит работа, которую они сделали за эти годы? И осмотрел он первую часть, украшенную прекрасными поразительными рисунками. А там на той части были нарисованы птицы и тому подобное, поразительнейшим образом. Вторая же часть была занавешена, а там тьма и ничего не видно. Встал второй, отдернул занавес, засветило солнце, и прекрасным светом загорелись все поразительные рисунки на его стороне. Потому что там была пакость, которая светилась, как зеркало. А потому все птицы, нарисованные на первой стене, и остальные поразительные рисунки на ней были видны на части этого, второго. И все, что царь видел на первой части, он видел также на втором. К тому же, всяческая поразительная утварь и любая краденция, буфет, которые царь вносил в хоромы, были видны на части второго. И понравилось это царю. Точка, конец сообщения. Конец сообщения. Ну, давайте я только одно обращу на одно внимание, на один пункт. У Рабина Ахмана половина вот этого ленивого художника, она закрашена ваксой, то есть как сапог начищен, блестит как сапог. Вот так. Слово пакость, оно, надо сказать, в некоторое удовольствие получаешь, читая ивритские примечания, разновидность краски, по всей видимости. Нет, это та самая русская слово, которое он и хочет поставить туда. Ну, вакс, да, в Уталии. Значит, и оно блестит, все отражает, и выглядит просто прекрасно. Вот все, что нарисовал первый, видно на второй. К тому же, вот эта важная деталь, в этом рисунке второго ленивая художника появляется то, чего раньше там не было. Вот стоит нести что-нибудь в чертоге, а там появляется. Розкошка такая. Значит, что интересного в этой истории? К чему я все это рассказываю? Ну, во-первых, сказка сама по себе симпатичная. Да. И я сразу расскажу, что с ней делает Бертичевский. Значит, ему явно финал не нравится. Потому что, как бы, вот этот положительный характер, то, что работа второго понравилась царю, да, вот этого бездельника-лентяя, который Гуталином замазал свою стену вместо того, чтобы писать рисунки, ему явно не нравится. Да, Бертичевский, он 1850 какой-то год, он погиб во время Петлюровского погрома в 1919-м. Вот биографию, которую надо, такой факт. Значит, он вот этот вот, человек вот этого вот периода. Ему явно не понравился этот финал. По этому поводу царь, значит, у Бертичевского история похожая. Только конец выглядит так. Царь увидел проделки второго лентяя, который лентяй, значит, и принес два мешка золота, два поставил на половине трудяги и сказал, вот твоя награда, а который тот самый лентяй сказал, а твоя награда у тебя в сцене отражена. То есть, ну, как бы, вот такой вот, из анекдотов Ахаджа на середине есть подобный анекдот. Он насладился запахом твоей еды, а ты наслаждайся звоном его денег. Да, где-то вот из этих анекдотов, вот из этой серии анекдотов. Их там несколько есть таких, но я вот вспомню там Ахаджа на середине. Значит, я прекрасно понимаю Бертичевского, и я прекрасно понимаю, почему в школьный учебник помещается именно вариант А, именно этот вариант, потому что, ну, как бы он, ну, как это сказать, он с моралью довольно ясной, четкой, школьной, учительской, наседательной. То есть он проектный. Но явно Робин Ахман хочет эту историю. Теперь, еще раз, вопрос о литературном вкусе, времени. И хоть Бертичевский был рабом, и он был сторонником просвещения, он такой просветитель, и я прекрасно понимаю, ну, вот тот, кто в школе учил сказки Льва Толстого, они такие же наседательные, как и это. Это вот тогдашний стой. Значит, но здесь я хочу заметить следующее. Робин Натан Штернгардс выясняется, что не читал ни одну из двух книг на иврите, потому что сказка – это старая вообще. И первая запись этой сказки, она в книге Аль-Газали. Значит, Аль-Газали – это такой очень крупный теолог мусульманский, автор большого количества книг, и он до сих пор, и его ставят как основоположника суфизма, мусульманского суфизма. Такая очень важная фигура. Ее можно найти, он написал ее в книге, которая называется «Весы деяния». Она была переведена на иврит очень рано, эта книга. Называется она на иврите «Мазный цедок весы справедливости». Она опубликована вообще на иврите, евритский извод. Она была опубликована где-то спустя даже меньше века после того, как… Да. При этом, вот чтобы было понятно, влияние Аль-Газали, скажем, такое чувство, что Игуда Халеби Аль-Газали читал какие-то книги. Это важный человек очень. И он, и, собственно, опровержение, опровержение этого самого Авероэса, оно против Аль-Газали вообще-то пишется. То есть это довольно такой важный момент. Он такой антифилософ. Ну, как положено суд. Но дело в том, что эта сказка, русский публик знает эту историю. И знает она ее в переводе, в стихотворном изложении Джалладдина Руми. Джалладдин Руми – это еще один суфий, который очень сильно положил там, очень сильно повлиял на весь суфизм исламский, на весь исламский. Но он еще и писатель. Он еще и поэт. Вот я думаю, зачитывать в стихах или нет. В стихах. Советское время, благо, переведено восточной поэзии. Много было, поэтому нет проблем. Значит, называется это стихотворение «Состязание между рамеями и китайцами». Так у Аль-Газали. Я аль-Газалийский вариант тоже читал. Просто я не буду читать сейчас по ивритскому переводу. Изложение Аль-Газали. Сюжет. Тут надо понимать. Джалладдин Руми переводит очень четко в стихах. И слагает ровно то, что пишет Аль-Газали. Только в стихах. Он приводит эту же притчу. И причем, к чему он ее приводит, сейчас будет ясно. В общем, считайте, что изложение Руми, оно безыкоризненно повторяет Аль-Газали. Значит, рамейцы – это грехи. Только надо знать эту вещь. То, что там куча народа сегодня переводят как христиане. Европейцы – это неправда. Это христиане восточные. Это греки. Чтобы вам было понятно, до греческой революции и обретения Греции и независимости в XIX веке, христианское население Греции назывались ромеями. Они себя называли ромеями. То, что они эллины, они узнали потом. А до этого они себя четко называли ромеями. Поэтому, когда вы видите ромеи в старых текстах, всегда помните, что это скорее, особенно в восточных текстах, то это не европейцы, а восточные христиане. Значит, это греки. В искусстве красок, мол, или китайцы, опередить нас лучше не пытаться. Но слово предоставили ромеям. Ну что ж, мы тоже рисовать умеем. Китайцам и ромеям приказали, чтобы расписали стены в царском зале. Тем и другим, отдав по половине, завесу поместили в середине. Китайцы краски, кисти закупили и к росписи дворцовой приступили. До и ромеи тоже не зевали, до блеска стены отполировали. Им тайна зеркала была известна, и круг земной, и даже свод небесный, способность зеркало изобразить, всю многоцветность мира отразить. Поскольку красок буйства и горения лишь солнечного света преломление. И вот китайцы завершили труд, и входит царь произнести свой суд. Вошел и ахнул, в красках драгоценных, при дню сверкает целый мир на стенах. Тут занавес убрали поскорее, чтобы взглянуть, что наделали ромеи. И вот пронизор, крайне пораженный, увидел тот же мир, но отраженный. Поскольку это половина зала, красу другой зеркально отражал. Чтоб стал твой мир прозрачен и лукист, ты сердце, словно зеркало, очистил. История, вот видно, что это одна и та же история. За исключением морали, обратите внимание, что опять здесь, так же, как и у Робинахвена, зеркальная стена ставится выше стены расписанной. Значит, идея состоит в следующем. Вот у Аль-Газали идея выглядит следующим образом. Что если греки философы, и они познают мир, и они его изображают тончайшим образом на своей стене, то китайцы, а именно правильные люди, суфи, они очищают зеркало, свое сердце, как зеркало, чтобы отразить в нем мир, и получают знания прямо в сердце. То есть отражение мира не как греки путем длинных, тонких каких-то исследований, а прямо в сердце. Скажем так, такая идея вот в восточной поэзии есть у Газневи в Александр-Наме, где Сократ говорит про очищение сердца, в котором весь мир отразился в нем. Такая же идея. Но вот это непосредственное знание, которое приходит в очищенное блеск сердца, вот эта идея, вот эта идея Аль-Газали и, соответственно, Ана-Жуджилла-Лагина-Руми. Эту ли идею хочет преподать Рабин Эхман, это еще большой вопрос. Дело в том, что кроме… Кстати, рассказ, вот этот рассказ, вот в варианте «Очистить зеркало», он как раз приведен в ивритском переводе «Шары, мазные цедык, весы справедливости», этот рассказ там приведен. Именно в этом варианте и именно с этой же Моральдой. Непосредственно очищенное зеркало, чтобы прямо туда попадало божественное знание, и это это самое. И это мог читать Рабин Эхман, да? Это мог читать Рабин Эхман, если бы у него была книга «Мазные цедык». Я думаю, что он ее не введен. И сейчас я объясню, почему. Где здесь важная тонкость? Вот очень важная тонкость. Значит, где здесь важная тонкость? Вот на что надо обращать внимание? В этой истории делала Динаруми, извините, Аль-Газали, она точнее называет эту историю Аль-Газали. Очень важно старание, и что человек проводит жизнь в очищении сердца. Вот эта полировка сердца – это некоторое занятие. На самом деле ведь вот отличие, давайте я покажу на одно отличие, не сказано, что ромейцы, те самые, что они бездельничают, что они искали выход в последний момент. Ничего подобного нет. Они такие же трудяги. Те рисуют, а эти полируют. Это занятие, достойное пера. Здесь нет, вот смотрите, представьте себе, что Бердичевский видел именно вот это вот, вариант Аль-Газали. Тогда ему не понадобилось бы менять мораль, он эту мораль бы спокойно съел. Эта мораль вполне такая школьная, очистить. Для школьников она слишком сложная, я бы сказал, школу это не пойдет. Но как бы он бы не посмел изменить эту мораль при этом, потому что она возвышенная. Но весь анекдот состоит в том, что Раби Нахман читал эту историю. Раби Натан Штергардс не читал эту книжку, а Раби Нахман читал эту книжку, только не эту. Он читал книжку Акидаты Цхак Раби Ицхака Аране. Книга Акидаты Цхак Раби Ицхака Аране – это уже 15 век. Книжка очень известная, на нее ссылаются, но ее читают только очень серьезно. Это многословная книжка, философский комментарий к Торе вообще-то. Но такое очень многословное, очень длинное, скорее отступление. Это не столько комментарий, сколько изложение некоторых философских вещей. Книга очень важная к ним еврейской мысли. И, скажем так, я ее не читал, в том смысле, что я читал отрывки, которые разные люди приводили. Сам я эту книгу не читал, она мне слишком… Ну, автор несколько, как сказать, глубокомыслив. Но я некоторым людям такие книги очень нравятся. Значит, и теперь мы смотрим в книге Акидаты Цхак. Значит, называется книга Акида, это Сэфраха Акида. Значит, и вот там мы читаем эту же историю, только в изложении раби Цека Арама, который меня потряс прямо в сердце. Значит, он этой притче решил иллюстрировать, что такое чува, и в некотором смысле пытается войти в спор с Маймонидом, с раби Рамболом. Значит, в качестве иллюстрации к теме Чувы, Раскоятия, он приводит следующую историю. Значит, ну, я не буду считать подробно ее, потому что мы уже два раза слышали эту историю, правда. Но вот главные детали я хочу заметить. Значит, царь повелел расписать свой дворец, разделил его пополам. При этом вторая деталь, что на самом деле комната четырехугольная, и две стены он отдал одному, две стены отдал другому, один начал трудиться, а второй ленится прямым текстом. Вот замечу, у раби Нахмана он не ленится, он не лентяй. Он занялся своими делами, он чем только не делает, он только работу не делает. А так он, да, он царскую работу не делает. А что-то он делает по жизни. А здесь второй просто ленится. Он сложил руки, ничего не делает, и когда не осталось время, и увидел, что идет ему кирдык от царя. Испугался он, позор, увидел, что его друг делает много. Дальше идет потрясающей красоты, пассаж. И погрузился он в глубины идей, и всплыло в его разуме потрясающий замысел. Вот этот вот нырнул, там цалаль, нырнул в глубины идей, и всплыло, неожиданный красоты оборот, потрясающая идея. Он стал полировать камни, и, ну и так далее. Значит, опять та же история про занавеску. И когда пришел царь и увидел работу, значит, а там занавеска, когда он увидел, что все там просто отполировано до блеска и больше ничего, разгневался царь и сказал, что что делал. И поспешил этот второй мастер, пока не разнялся царь, раздвинул занавес, и, значит, и увидели прекрасные рисунки, красивейшие, так что устами не сказать, кроме того, что там уже нарисовано, то, то, что появится потом, то появится и позже, и царь развеселился в великой работе, больше, чем первый, и возвысил его выше второго. Второго возвысил выше, чем первый. И к чему я все это рассказываю, что говорит Рафи Цакараме, дальше он начинает рассказ подробный по поводу того, что это, на самом деле, комментарий к известному высказыванию, что некоторые достигают царства небесного в один день. И почему Баль Чува выше это сам? Потому что тот, кто праведник всю жизнь, у него только то, что предписано на стене, нарисовано. А вот кто делает Чува на стене, на вышивке его жизни, есть нечто новое появляется. Вот это неподражание. И в результате есть некоторые действительно достоинства у этого самого, у того, кто второго. и теперь мы понимаем, на самом деле, что важно, что идея о ленивом художнике это идея Ицехарама. И понятно, где Раби Нахман подцепляет эту идею. Он подцепляет эту идею, безусловно, в своем родном источнике. И тут надо заметить, что в молодости Раби Нахман читал книги по философии вообще. Он потом в них разочаровался, но он это читал. И в результате вот рождается такая история. Я пытался читать, что Братславские по этому поводу пишут. Они в некоторой растерянности от этой истории пишут мало по этому поводу. Но дело в том, что вот некоторая важная вещь по поводу в последний момент вот какая деталь у Раби Нахмана, конечно же, по сравнению с Ицком, и все, по-честному, это потрясающе, что вторая стена, она, собственно, она намазана баталийном, она блестит, как сапог. То есть она совсем приземленная. Это вот слово пакость там не случайно появляется. Она, ничего возвышенного там нет. Тем не менее, она отражает вот здесь деталь, деталь, которую, по-моему, пропускают все в этой притче, деталь, которую все пропускают, что на самом деле второй, который, как сапог, да, он зависит от первого. И в то же время результат его деятельности не зависит от первого, потому что он туда вносит нового, отражает как-то. И Робин Ахман как раз к этому, кажется, идет старательно. И что вот совершенно откровенно сказанное, что из пакости можно сделать великое искусство, для него, по-моему, очень важная мысль. Потому что понятно, что вот идея, которую и Робин Ахман проводит, что второй, он начинает действовать в последний момент. Понятие, подразумеваемый образ перед смертью. Каждый, как бы, рисует рисунок своей жизнью, но один перед смертью что предъявить хозяину в конце. И у каждого свои краски, у каждого свое. У одного чудесное, у другого только пакость. но ее можно все-таки есть шанс и это имеет свой достоинство. Значит, вот эта история, на самом деле, она для меня-то, она важная, о том, как преломляются вот эти идеи и как нееврейские идеи. Я думаю, что анекдот, на самом деле, Газари подцепил, думаю, что китайский. Потому что на самом деле появление китайцев в этой истории греков и китайцев понятно, что должно быть наоборот и в оригинале истории. Кстати, это самое, это китайцы должны лаком покрывать свою сторону. Довольно очевидно. Греки рисовать, а здесь они поменены местами. Значит, история, я думаю, куда более древний анекдот, который попадает в это сам. Но вот это преломление в лентяя, оно в литературном отношении куда более неожиданно. Но то, что вот это преломление евреи сделали еще в 15 веке, это вызывает удивление. То есть, я-то считал, что это должно быть чисто хасидская идея, пока таки не обнаружил, что рабицы Кораны намного раньше. Значит, это вот эта история. Значит, вторая история, которую я предупреждал, это история о другом, тоже о дворцах, только другая. Значит, и она у братства в самхасидизме она одна из важнейших. Это тема, а именно следующая. Это история о двух дворцах. «Знай, что есть две разновидности дворцов, и они очень похожи друг на друга. В одном живет царь, а во втором живет раб. И, разумеется, на самом деле существует огромная разница между царским дворцом и дворцом раба. И, несмотря на это, их легко можно перепутать». «Ибо существует связь, когда множество душ связываются друг с другом так, что из душ формируется и вырастает дом и дворец. Ибо одна связывается с другой, одна с другой, так, что из душ создается фундамент, а после этого они вырастают в купол, пока из души друг за другом не достраиваются до дома и до жилья, и это жилище истины. И когда необходимо найти истину, то ее находят в том самом жилище, а именно внутри связи душ, как описано выше, ибо из них вырастает жилище для истины, как и было рассказано. Поэтому Тара заповедует следуй за большинством это дворин, да? Ибо когда многие связаны вместе, разумеется, там и находится истина, как сказано выше. и это можно увязать стихом все души, пришедшие в составившийся дом Якова, а именно что дом Якова состоит из душ, а именно дом истины, как сказано про Якова, даст истину Якову. Но знай, что против этого есть связь злодеев, которые связываются вместе, множество душ, и делаются из них дом и жилище для лжи. Поэтому пророк говорит, пророк Яков, не называйте Загором кэшер, связью, то, что весь этот народ называет связью. я перевожу по тому, что подразумевает Рабинахмон в стихе. Ибо связь злодеев не надо защитить, а поэтому сказано в шмот иди за большинством козлов. И вот между этими двумя домами можно заблудиться. Вот дом истины и дом лжи. Ибо ложь уподобляет себе истины, ибо там есть связь многих душ. И человек любой может ошибиться и не узнать, где истина, и приблизиться к тому, что является ложным. И знай, что посредством исполнения заповеди выкупа пленных удостаиваются понять, где какой дом. Между истиной ложью между царем и рабом, ибо ложь это как раб, как проклятие. Проклят кнаан, раб рабам и так далее. Ну, вот такая притча. Надо сказать, что с этой притчей все намного проще, потому что она призвана проиллюстрировать одну длинную сказку, сказка о рабе и сыне, извините, сказка о сыне царя и сыне наложницы, которые перепутались. Она длинная, я не буду ее, естественно, рассказывать. Но дело в том, что к ней, к этой сказке существует развернутое учение раби нахманом в ликутей махаран. И с этой сказкой все намного проще. Знаешь, что существуют комнаты Торы, и это огромный дворец, в котором очень много комнат. И человек, который входит из одной комнаты в другую, в каждой комнате находят множество выходов. Поэтому и так переходит из комнаты в комнате, и человек может гулять в них во всех, и там он может собрать множество всяких замечательных вещей и сокровищ. Но знай, что следует очень беспокоиться, чтобы не ошибиться, потому что не сразу туда попадешь. Потому что существует гэйхалэйтмура, вот этот термин, который у Брасловских очень важный, существуют дворцы подмен, ибо одно против другого создал Бог, как сказал Когэлэйт, и хотя кажется человеку, что он сделал великое достижение, несмотря на то, что они выглядят прекрасными и выглядят великолепными достижениями, тем не менее они приходят из дворцов Тмурат, из дворцов подмен. По этому поводу возникает вопрос, как различить ... как различить, куда попал. и ответ раби Нахмана, опять это его где-то сквозная мысль, что вообще это никак. По причине того, что вот и он приводит чудесную притчу по этому поводу уже в Лькуте Махаран, притча, выглядит, это даже не притча, а иллюстрация. Значит, говорит, вот комедия, театральная постановка, там сначала пишет слово комедия, но нужно понимать, что это театральная постановка. Значит, когда читаешь о ней, вроде смешная, вроде поня. Потом, когда смотришь, вроде поня. потом смотришь, как ее представляет какой-то комик, и вроде все замечательно получается, но говорит, все равно главное в комедии это чистый смех. Понять это уже как бы запредельно невозможно. То есть вот это медленное продвижение к истине, которое на самом деле не формулируется словами, это и есть вот это путешествие по дворцам, где приходится отвергать одно за другим и не то, что предшествующее было ложью. Оно было просто неправильным, потому что по мере продвижения ты что-то отвергаешь и приходишь к чему-то. Вот теперь некоторая действительно мораль про вот эти дворцы все, а мораль там у братцовских довольно простая. Главное не решить, что ты попал в нужную комнату. Потому что пока ты путешествуешь, ты хотя бы половину времени находишься в правильных помещениях. когда ты споришь, то здесь вопрос куда-то попал. В комнату истины или в комнату сложной. Вот это непрерывное путешествие, оно как бы гарантирует хотя бы ну, что половину времени ты находишься где надо. ну, вот это вторая сказка, которую я хотел сказать. Да, я хочу заметить следующее, что тема истины и тема как узнать истину, как доказать истину, можно ли доказать истину, это одна из главных тем Ликутаи Махарат. Эта тема повторяется многократно и к этой теме возвращается очень часто. при этом ключевой термин, который убрал Братовского Рэбби это Лапума Далиба по устам сердца. Каждый по устам сердца своего утверждает. Это высказывание Талмуда. Ну, вот это такая вещь. А вот по поводу Аль-Газали теперь я хочу вернуться и сочетать еще одну сказку из того же цикла. Не сказку, а притчу. Это даже не притча, я даже не знаю, как ее назвать. Учение. Знаешь, что есть две разновидности интеллекта. Одно позднее, а одно раннее. есть интеллект, который человек достигает только в течение длинного времени. И по мере того, как он стареет и входит в возраст, все больше и больше, он знает все больше. и такой разум это разум охор, поздний, задний, да, который приходит вместе со временем. И для этого разума необходимо время. Но есть разум, который приходит человек и сливает сразу же в скорости в меньше, чем за мгновенье. Тот разум, который выше времени и не нужно никакого разума для этого разума. И это называется лик. И это есть истина. Мы вакше панаха яков. То есть то, что человек воспринимает непосредственно лицо к лицу. То есть как бы разум спины и разум лица. Вот теперь на самом деле перекличка с идеей Аль-Газалии по поводу того, что очи как зеркало сердца, где отразится сразу все очи. Это тот самый разум, который сразу же. И есть разум мед. Вот они на самом деле эти сказки, эти три сказки, они идут друг за другом. И у Робина Тана Штернгардца, я не знаю, были ли они рассказываны друг за другом, но у Робина Тана Штернгардца они идут друг за другом. И я не сомневаюсь, что они специально идут друг за другом. И рассказ о дворце с зеркалом, рассказ о двух дворцах и рассказ о двух разумах, где есть знания, которые как молния поражают человека, а есть знания, которые достигаются огромным трудом. Одно связано со временем, второе нет. Я не сомневаюсь, что Робина Тан прекрасно понимал, что делал, когда их соединял друг с другом и поместил их друг за другом. Эти три сказки. Вот теперь я прекрасно понимаю, что все, что я сейчас рассказал, оно требует обдумывания, и я не уверен, что это можно вот так на одной ноге переварить. Давайте скажем так, не понять, ничего сложного нет. А вот переварить, я уже приводил эту цитату, но просто мне она очень нравится. непереваренная непередуманная вами лично мысль, ее пересказ есть сплетня, есть разношение сплетен, потому что она еще не ваша, это еще чужая мысль. Такие вещи надо переварить. Но, по-моему, вся эта история, и в том числе даже такая мелкая деталь, как с незапамятные времена евреи сказку о чистом сердце, превратили в сказку о лентяе и возможностях лентяя, она, мне кажется, важна и любопытна и отражает нечто характера. Хотя, вот смотрите, сказка о двух художниках, один из которых лентяй, и целую понравился лентяй, она очень русская в некотором стиле. Это некоторый стиль Ивана Дурака. И, в общем, от раби Нахмана, который живет в славянском мире, умным братством Украины, значит, она как бы естественная. Но дело в том, что раби Ицик Арамин не живет в славянском мире. И сказка именно вот в этом варианте бездельника, который в последний момент выкрутился и получил награду, она куда более древняя. Она, еще раз, он умер в 1490 каком-то году, не помню, в 98-м, ну, где-то в самом конце века. Вот. Значит, вот. И, по-моему, все это стоит того, чтобы об этом подумать. Ну, вот где-то вот так. Кстати, хасидский именно стиль именно такой. Об этом стоит подумать. ну, вот то, чего я сегодня хотел рассказать. Большое спасибо. Было очень интересно. Мне так показалось, что два дворца, как бы отражающийся сапог, это вот махут, который отражает свет кетер, получается. вы не представляете, как я не люблю в таком стиле обсуждать что-то через махут и кетер. Я, наоборот, махут и кетер всегда перевожу в термины более философские. Мне так проще. И кабалу воспринимаю всегда, то есть всегда пытаюсь осмыслить. Нет, я прекрасно понимаю, что регулярно. Вы считаете, понимаете, в чем дело? Я не уверен, что это махут и кетер. Ну, блеск черных сапог прям сразу так. Блеск черных сапог это действительно вот дело в том, что у Раби Нахмана по сравнению с Раби Ицака Арама как раз появляется вот эта идея пакости, которая, по-моему, неожиданно хороша в этой истории. То есть вот у хасидов, скажем, в Меорей Найм такая есть очень важная хасидская книжка, есть нет, это не Нор и Найм, это слоним хасиди, неважно, некоторые хасиди. Но тоже на самом деле. Есть некоторая идея по поводу того, что настоящий мудрец, который не связан с миром, его мудрость мало чего стоит. то есть как бы мир должен воплотиться в его мудрость тоже. Вот направление не обращать внимания, не мудрость должна быть применена к практическим вопросам, а практические вопросы должны быть применены к мудрости. То есть вот эта пыль мира, из нее строится мудрость тоже. Важная некоторая идея хасидизма, которая была у старых философов, а потом надолго пропала. Хасиды восстанавливают эту тему, и как-то не странно, у первых неоплатоников, у раби Ицхака, первый еврейский философ, раби Ицхак, эта самая книга, Тарадханефиш, он врач. Вот у него эта идея по поводу того, что душа должна быть погружена в наш мир, чтобы привести опыт, который она не может привести в высших мирах. У него эта мысль очень важная, и она для него, она на некоторое время исчезает, у хасидов она появляется опять. Ну, вот где-то так, да. А про вот эти дворцы подмены, это же ведь идея Орезали, да, или это... Безусловно, это оттуда. Но я говорил, что хасидизм, он на Кабале стоит весьма серьезно, и Рабин Ахмад как раз знает, книжки ссылки на Зохара, типа, на Зохар достаточно больших количествах идут, то есть он, а Кабалу-то он знает, поэтому поведу другой разговор, что он ее, как и было принято, я подозреваю, что я просто слишком на хасидах воспитан, как это было принято у хасидов, преломляет в более земные дела, хасидское изложение Кабалы, безусловно, есть там, есть хасидские течения, которые, значит, Зохар читать там обязательно, есть несколько, например, хасида виженец, Зохар учит обязательно в больших количествах, вот, Зохар какая-то такая обязательная книга для них, многие хасиды Зохар не очень уважают, раби его знают, ну, ему достаточно, а то, что нам нужно знать о Зохар, он нам изложит, так, чтобы даже мы поняли. Это где-то вот такое хасидское влияние, что как бы Кабалу, но опять, учтите, среди хасидов полно каббалистов, только вот то, что я сейчас говорю, не надо понимать, что хасиды отвергают Кабалу, не боже мой, среди них каббалистов очень, и люди, которые серьезно учат Зохара, да, но стиль учителей, он как бы Зохар преломляет в более такую жизненную плоскость обычную. Ну, вот так. Спасибо. Но, не знаю, ну, давайте тогда попрощаемся. По-моему, это, по крайней мере, любопытно. Спасибо. Спасибо.